У шестилетней Влады ДЦП. Из-за болезни малышка не может самостоятельно просидеть на стуле даже минуты, а потому фотографирует Владу, уложив ее на пол. Только в лежачем положении удается сделать снимок, и то не с первого раза. До этого я ездила, оформляла паспорт себе и ребенку. Это было три года назад, мне приходилось в очереди стоять в огромной. Мы занимали там рано-рано утром очередь. А то, что можно приехать, так просто дома все сделать, здорово. В этом году Влада отправится за границу на лечение в Чехию. Туда мать и дочь поедут в третий раз. Альтернативной реабилитации в России мы не нашли такой, поэтому мы ездим в Чехию периодически. А после реабилитации нам там очень нравится. Специалисты другого уровня. Я не говорю, что здесь у нас плохие специалисты, просто наш специалист, он именно там. Сегодня прием документов для изготовления биометрических паспортов на дому ведется в 15 раз. В частном порядке специалисты приезжают только к тем, кто не в силу добраться до паспортного стола. Если же это действительно вот такая ситуация, как здесь, больные дети, родственники, инвалиды, которые не могут сами приехать и пройти всю эту необходимую процедуру, то просто-напросто так же это нужно обратиться непосредственно в нашу службу, оставить заявку или же по телефону, или письменно. Все, наши сотрудники обязательно приедут в удобное время для граждан и принять документы. Всего в этом году в республике загранпаспорта получили более 86 тысяч татарстанцев. С недавних пор, кроме центрального офиса на Чехово-8, документы на изготовление загранника принимают и на миле 63А. Также в районных отделениях и по интернету. Если обычно граждане ждут изготовления паспорта месяц, то для людей с ограниченными возможностями пропуск за границу оформляют в течение 10 дней. Эльмир Гляхметова, Игульни Замудинова, Роман Фенин, Эфир 24.